Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Гробница пророкам, Евангелие от Матфея, 23 глава, 29 стих. Вот, правда, трудное место. «Горе вам, книжники и фарисеи, — говорит Иисус, — лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Что плохого они делают, когда они строят гробницы пророкам, украшают их памятники? Мне кажется, это очень хорошее дело. Смотрите, вот убили человека, праведника или пророка, ему потом ставят памятников. Мало ли таких памятников на улицах наших городов. И украшают их, почитают, приносят цветы, чтят их память. Ну, очень хорошо делают. Разве нет? Более того, вот что они должны брать на себя ответственность за своих дедов, прадедов и так далее, которые убили этих прекрасных людей? Ну, вы знаете, вот мои предки тоже участвовали в истории нашей страны, назовем это так, и по-разному участвовали. Наверняка, не всегда они вели себя идеальным образом. Я что, должен отвечать за те, допустим, голоса, которые они на собраниях подавали, за репрессии сталинские? Или я, давайте, буду гордиться тем, как они на фронте воевали в Великой Отечественной? Ну, это же не я делал. Я их потомок, да, но я не разделяю ответственности за то, что они сделали. Я не могу носить их ордена, но я не должен каяться за их преступления, если они были. В Евангелии от Луки мы видим что-то очень похожее, немножко более короткое, 11 глава, стихи 47-48, но помогает контекст, вообще очень помогает контекст, потому что из Евангелия и вообще из любой книги библейской, не только библейской, очень легко надергать цитат, образов, слов, а потом это вставить в какой-то другой контекст и получить все, что ты хочешь, абсолютно. Библия при искусственном обращении что угодно подтвердит, даже то, что Бога нет. Речи безумия в сердце своем не есть Бог, в сказанном псалтире, да? Но можно вырезать и сказать, не есть Бог, Бога нет. Так вот, давайте посмотрим на контекст. И у Матфея, у Луки это среди обличений книжников и фарисеев. Ну и Христос упрекает много раз. Здесь в чем их упрекает? У Матфея в том, что соблюдают внешние правила, дают десятины с тмины и аниса. Десятину надо платить, но тмины и аниса это приправы. Пойдите на кухню, посмотрите, сколько у вас перца, соли там, я не знаю, чего еще, что вы используете. Базилик какой-нибудь, десятую часть, пожалуйста, отделите, отнесите в ближайший там храм или в богодельню на кухню. Ну это безумие, да? То есть эти люди настолько тщательно соблюдают правила. И заботиться о внешнем. Им недоподлинные праведности, они стремятся вот принести десятину аниса и мяты и показать, что мы хороши. И дальше эти слова о гробницах, о пророках. И вы несете ответственность за всех убитых праведников. Очень странные слова, да? У Луки контекст другой. Но тоже фарисеи заботятся о внешнем, налагают на людей тяжелое бремя. И тут предупреждение об ответственности за всех праведников. И Лука еще добавляет, премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, из них одних убьют, а других изгонят. И вот смотрите, повторяется история постоянно. Люди живут, думают, что надо что-то с этой жизнью делать, чтобы она была угодна Богу. Обряды исполняют. Между прочим, Каин и Авель пошли жертвоприношения совершать и совершили его. А потом Каин взял и убил Авеля. Да, вот так сначала Богу жертву принес, потом брата убил. Нормально. И человек придумывает, как ему себя перед Богом с помощью разных ритуальных действий показать правым. Десятину смяты, а не сайтмины отдать, например. А тут приходят пророки и говорят, это все не важно. Главное в законе это милость, а не жертва. Если ты ненавидишь брата своего, а говоришь, что Бога любишь, ты лжец. Пойди, примирись с братом твоим. Это же еще в Ветхом Завете, и в Новом, конечно, тоже есть. И в нашей жизни постоянно это проявляется. Их не слушают. Они напоминают. Их не слушают. Они напоминают. Они раздражают. Их потом убивают. Между прочим, Каина, Белавеля. После того, как Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Обидно же. Вот та самая жертва, которая была принесена и которая упомянута в этом контексте. И вдруг выясняется, а ведь праведник-то был тот, кого убили. А ведь пророк-то был прав. А ведь надо было делать, как он сказал. Надо как-то исправить ситуацию. Неловко получилось. Давайте построим красивый памятник. Похороним пышно. Гробницу сделаем. Будем чтить память. И продолжим. Вот эти обрядовые подробности. И только включим этот памятник еще вот в эту нашу религию внешних форм. Будем почитать праведника. Но не будем абсолютно ничего делать для того, чтобы изменить жизнь в том направлении, в котором он это указал. В Москве есть памятник Солженицына, улица Солженицына. А все ли, о чем он предупреждал, услышано? По-моему, нет. Дальше сами додумайте. Очень часто мы видим такое... Ну, Солженицын – это персонаж литературный, хотя далеко выходящий за пределы литературы. Очень часто мы видим такое и в Святцах. Туда включены очень разные люди, в том числе те, которые, допустим, были бессребренниками, те, которые были противниками каких-то жестоких действий. Митрополит Филипп Московский, например, который сурово обличал царя Ивана Грозного. И вроде как его из Святцев никто не выбрасывает. И тут же начинаются разговоры о том, что вообще-то Иван Грозный – это эффективный менеджер, и что там и Малюта Скуратов тоже, наверное, оклеветали его, не так он себя плохо вел. А памятники-то митрополиту Филиппу чтим. Вот иконы его никто не выбрасывает. Акафисты ему, я, честно сказать, не знаю, есть ли Акафисты, но, по крайней мере, тропа Ари Кондак же есть, продолжают в соответствующих ситуациях петься. Может, надо честнее как-то, да? Уж либо-либо сделать какой-то выбор. Я сейчас, может быть, немножко заостряю и даю слишком современные подробности, но вообще-то вот об этом, мне кажется, Христос говорил. То есть не нужны праведникам памятники, а не там, где эти памятники уже ничего не значат. Памятники нужны нам, если мы не хотим забывать о том, чему эти праведники нас учили. Но когда вместо памяти строятся памятники, когда вместо исполнения того, о чем они нам напоминали, эти памятники богато украшаются, и от них отходят люди с чувством выполненного долга и продолжают делать все то же самое. Да, они соучастники, но не убийство того, кто был убит задолго до их рождения, а того, кто продолжает делать то же самое сегодня. Они соучастники тех, кто не слышал слов праведника, пророка, тогда, давно, когда он ходил живым, и продолжают не слышать этого сегодня. И в этом смысле, да, кровь, начиная от крови Авеля, убитого Каином, падает на них, но не потому, что они разделяют наследственную ответственность. В Библии довольно много есть о том, что сын не понесет вины отца, но потому, что они воспроизводят ее, и потому, что они присоединяются к той же самой линии поведения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...